Привет друзья! Сегодня видео опять про тюнинг нашего авто. На этот раз тюнинг коснется боковых зеркал заднего вида, а если быть точнее, то зеркальных элементов. Обычно, когда речь идет о доделке автомобиля, то люди зачастую уделяют внимание внешнему виду, комфорту в салоне. И мало кто внимание уделяет зеркалам, а ведь они зачастую спасают нас от аварий и помогают их предотвратить. Со временем они тускнеют, и по-хорошему лучше их заменить, но это дело каждого решать только вам. Также на автомобиле с завода обычно ставят сферические зеркальные элементы. Если взять в пример машины Lada Vesta либо Lada X-Ray, то там такие стоят с завода. Разберем, что такое сферический зеркальный элемент. Сферическое зеркало – это выпуклое зеркало, оно отдаляет объекта, зато видно больше. Радиус кривизны – элементы постоянные по всей окружности. Также бывают и плоские зеркала. С ними все понятно, ставят их не так часто из-за меньшего охвата. Ну и самый топчик – это асферические зеркала. Они тоже выпуклые, только кривизна разная. На внешнем крае есть полоса, и обычно после этой полосы кривизна элемента возрастает. За счет этого зоны видимости больше, чем у сферических зеркальных элементов. И мертвых зон почти нет. Вот я и решил свои сферические зеркальные элементы заменить на асферические. Но тут опять меня одолил выбор. Есть нейтрального тона, как штатный, а есть голубого тона. И вроде как голубые лучше гасят световой поток заднего автомобиля. Нейтральные, кстати, тоже гасят блики процентов на 40, а голубые на 50. В общем, так как я делаю видео обзор, я не могу вам показать только одни. Я покажу и те, и те. Хочу заметить, что оба комплекта, также как и штатные у меня с обогревом, есть такие же без обогрева. В общем, любой модификации на любое авто. Вот так выглядят зеркальные элементы. Отличает их от штатных наличие рамки по периметру зеркала. Как вы видите, на асферических нет рамки по периметру, а на штатных она есть. Что касаемо цены, то нейтральные стоят комплект 750 рублей с обогревом, а голубые стоят 850 рублей за комплект также с обогревом. Купить их можно у меня, сделав заявку на эту почту, либо пишите мне вконтакте. Ссылка в описании под видео. А вот так выглядит штатное зеркало. Обратите внимание, на ней рамка. И треснула она после того, как я его начал снимать. А снимать я его начал с одной стороны, тянул и поэтому оно треснуло. Здесь надо снимать равномерно с четырех сторон. Потому что помимо крепежных усиков, которые защелкивают, есть еще четыре штыря направляющие, пластиковые штыри направляющие. И если будете тянуть с одной стороны, то они не будут давать вам сойти. Поэтому у меня сломался один крепеж и треснул зеркало. Ну ладно, все равно я ее меняю. Как видите также она с обогревом. Но повторюсь, она по периметру с рамкой. На новых зеркалах такого нет. Вот так выглядит зеркало изнутри. Как видите, здесь четыре направляющие. Вот так выглядит зеркало изнутри. И снимать надо равномерно с четырех сторон. Одновременно поджимать. Лучше это делать вдвоем. Вот такую картинку показывает штатное зеркало. А такую картинку показывает голубое зеркало. А такую картинку показывает асферическое зеркало нейтрального цвета. Вот друзья, поставил и то и то. В общем для себя остановился на голубом зеркальном элементе. Друзья, и вот спустя пару дней после того, как я поставил одно зеркало голубое, Одно зеркало нейтральное Видно, что через нейтральное картинка ярче, лучше видно Если брать голубое, то оно темнит объекты Но и ночью лучше помогает от света машин, которые едут следом за вами От их фар голубое зеркало И так вот нейтральное То есть нейтральное, более привыкшее Если честно, то поначалу очень сильно привыкал Потому что было непривычно И как-то странно было смотреть на это зеркало Когда все объекты притемненные К этому зеркалу надо привыкать В отличие от вот такого вот нейтрального цвета Где уже привычно Причем зеркала есть на любой авто и любого вида Без наценок по цене производителя Ну а чтобы все было у нас по-честному То расскажу, что к голубому зеркалу я привык примерно за неделю Было непривычно все воспринимать в голубом свете Да, а еще и зеркало, хоть оно и показывает больше Но на краю происходит искажение, к которому тоже надо привыкнуть Первые дни я вообще думал, что зря я снял штатные зеркала Но за неделю привык и больше не жалею Кстати, а штатные зеркальные элементы на Lada Vesta Либо Lada X-Ray в наличии тоже есть Цена за один зеркальный элемент с подогревом 600 рублей Ну вот и все Своё мнение и свои вопросы задаем в комментариях под видео Также там напишите, какие вам больше понравились Нейтральные, либо голубого цвета Также хочу напомнить про свою группу ВКонтакте Где мои партнеры дают хорошую скидку Либо подарок по промокоду ГаражТВ Ссылка в описании под видео На этом все Жмем лайк, подписываемся, нажимаем колокольчик Чтобы не пропустить следующие видео Пока-пока